Альхамду лилляхи раббил аламин, ва шаду ан ла иллах, ва шаду анна Мухаммадан, абдуху, ва расулу, Аллахума аллимна, ма янфа'уна, ванфа'на бима алламтана, вазидна айлма, ва аслих лана ша'нана кулла, ва ла такилна, илла анфусы на тарфата айн, амма ба'ад. Созволение Всевышнего Аллаха, субхану талли, продолжаем. Мы остановились с вами на разъяснении Ибн База к этому хадису. До этого хотел сказать, что на прошлом уроке мы сказали с вами о чем, то есть приводя пример к благочестию родителям и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть приводили пример с телефоном и так далее и тому подобное. И некоторые люди сказали, что наоборот, иногда родителям пытаешься у них телефон забрать, потому что они музыку слушают и так далее и тому подобное. Естественно, эти слова нужно в правильном контексте понимать. То есть, если у тебя, то есть, или же у человека родитель, или же какой-то родственник, или даже там близкий брат, родной брат и так далее, и тому подобное, используют там эти смартфоны, там гаджеты и так далее для чего-то запретного, то, естественно, будет тебе запретным его, в принципе, то есть, ему дарить и так далее. То есть, оно, в принципе, даже работа, в принципе, продажи телефонов и так далее, как некоторые ученые говорили, что это недозволенный вид заработка, то есть, когда человек зарабатывает, то есть, на продаже телефонов и так далее. Потому что далеко, как говорится, идти не нужно. Известно, что процентов 90, а то и больше людей пользуются этим смартфоном только для запретного, так или не так? То есть от того, что ты не слушаешь музыку, еще кто-то не смотрит фильмы, не фотографирует и так далее и тому подобное. Далеко не каждый человек хорошо такой. Приходит какая-нибудь полуголая девушка, хорошо вот с такими губами, там вся разукрашенная и так далее. И говорит, мне нужен телефон последней модели. Для чего она ей нужна? Чтобы тауба сделать и дома сидеть, уроки слушать и Куран читать? Иншаллах, иншаллах. Но мы что? Мы смотрим на внешние проявления. Видно то, что Аллаху Тааля Алям, чем будет человек потом заниматься с этим телефоном Аллаху Аль-Мустан. То есть по тому, как мы и сказали, что, например, гроздь винограда человеку подарить халяль или не халяль? Халяль, жзак Аллахайр, вкусно, тонну подарить халяль? Халяль. А если, например, у человека родственник, хорошо у него, то есть он занимается тем, что он дома там вино готовит, например. И ты ему, вот у меня как раз есть тонна винограда для тебя, вот покушаешь ты и твои дети. И он говорит, ну вот отлично, мы обязательно покушаем, хорошо. Естественно, то есть нужно опять же эти вещи понимать правильно. Томан. Это, говорит, удивительный случай, который случился с теми, кто был до нас. Хорошо, то есть это не из этой общины люди. Хорошо, то есть пророк Алей-Салату Сам рассказал о них. Для нас для чего? Потому что там есть, то есть очень великие пользы, хорошо и мудрости в этой истории. То есть пророк Алей-Салату Сам рассказывает какие-то истории из того, что было с теми, кто был до нас. Хорошо, потому что там есть какие-то пользы, потому что там есть какие-то мудрости, то, о чем можно задуматься. То есть поэтому пророк Алей-Салату Сам рассказывает, то есть так как там есть мудрости из того, что внушил ему Всевышний Аллах, из истории тех, кто был до нас, какие-то случаи, которые случались с ними, потому что в этом напоминание, в этом увещевание, в этом призыв к благому и предостережение от скверного. Так как этот хадис призывает тебя ко всему хорошему и предостерегает тебя от всего скверного. И поэтому рассказывает какие-то истории, если это не является основой призыва, и это является для разъяснения, для приведения, для приведения примера, или же для, как говорится, приближения знания, или же облегчения знания, в этом нет никаких проблем. Но не должно быть этого постоянно-постоянно. И если есть у тебя пример в Куране и в Сунне, это намного лучше. И так далее. То есть, как в многих других аятах говорится, то, что поистине этот Куран содержит в себе лучший рассказ. Этот Куран рассказывает, то есть, Бану Исраиль, то, то есть, большие вещи, которые они, то есть, там, не знают и так далее. То есть, и много-много разных у нас текстов, шариата, которые указывают, то есть, говорит Всевышний Аллах, Субхан-Талли, в суре Юсуф, «Хорошо, что мы не спослали тебе лучший рассказ». Самый лучший рассказ, это, хорошо, это великая книга Всевышнего Аллаха, Субхан-Талли, так как это слова Аллаха, Субхан-Талли, который рассказал нам об этом. Поэтому нет никакого блага, кроме как Аллах, Субхан-Талли, указал нам на него, и нет ничего плохого, кроме как Всевышний Аллах, Субхан-Талли, предостерег нас от этого. И поэтому всегда и всегда, братья, человек, мусульманин, должен знать, что основа призыва, всегда, братья, основа призыва, это что? Это книга Всевышнего Аллаха, Субхан-Талли, Исуна, посланника Алей-Сарату, и поэтому то, с чем согласна книга Аллаха, Исуна, посланника Алей-Сарату, мы это принимаем, то же, что противоречит этому, что мы делаем с этим, мы это отбрасываем, так или не так. Поэтому имам Аш-Шафи говорил, то, что я тебе рассказываю от Аллаха и его посланника, Алей-Сарату, прими это, а то, что тебе дошло от моего мнения, возьми и брось это в стенку, говорит. Имам Абушама еще жестче сказал, то есть некоторые сказали, брось это в туалет. Вот имам Абушама сказал, помочись на это, говорит, то есть если я тебе, Субхан, говорит про свои слова. То есть вот это возвеличивание у имамов хорошо шариатских текстов, говорит. То, что говорит, я тебе говорю от Аллаха, от пророка Алей-Сарату, его сподвижников, принимай это, является обязательным. То же, что дошло для тебя от моего мнения, то помочись на это, говорит. То есть имеется в виду, что его мнение это какое-то скверное и так далее? Нет. То есть его мнение будет возвращаться к чему? К тому, что он изучил из Курана и Сунны, так или не так. Но он, братья, не идеален, он может ошибиться, так или не так. Может быть что-то, может быть почему-то, может быть что-то не дошло до него и так далее. И поэтому, то есть ничего, то есть нету этого какого-то величия у моих слов. Да, если бы эти слова приносят тебе пользу, возьми их, никаких проблем. Как говорил Абдулла ибноль мубарак, «Возьми себе из мнений людей то, что разъясняет тебе правильным разъяснением, даст толковать аят или же хадис». То есть мы смотрим, что сказал тот или иной ученый по отношению к Тафсиру, то есть того или иного аята и так далее, что это значит, где это используется. И так далее. Но просто так кто-то сказал, мы это принимаем? Нет. Пока это не будет у нас. То есть если мы узнаем, что какой-то великий ученый сказал, и он крепко держался этого, но мы узнаем, что на это нет никакого довода, у нас есть Куран и Исуна, и мы видим, что другие ученые разъяснили, сказали, что да смилуется Аллах над нашим братом, он был не прав в том-то и в том-то. Что мы делаем? Мы оставляем эти слова, кем бы он ни был. Кем бы он ни был. Так или не так. Продолжение следует. Это история о троих, которые были до нас. Всевышний Аллах, субханаху атааля, испытал их сильным испытанием, то есть великим делом, хорошо, которое случилось с ними. То есть очень трудно это было, когда они ночью, спасаясь от дождя, хорошо, то есть зашли в эту пещеру, остановились там, хорошо, чтобы защититься от дождя. И когда они зашли туда, чтобы переночевать там, хорошо, то есть на ночлег, что случилось? Огромная каменная глыба упала и закрыла им выход из пещеры. И это испытание от Всевышнего Аллаха, субханаху атааля. И посмотрите, как, субханаху, человек справляется с испытанием. То есть человек попадает в страшную аварию. И первое, что он говорит, аль-хамду лилля, аль-хамду лилля, Аллах, субханаху атааля, предопределил. Или же человека хорошо, то есть все, захватили, хотят там убить его и так далее. И он думает о чем? Думает о том, что Всевышний Аллах, субханаху атааля, аль-хамду лилля, если Аллах, субханаху атааля, предопределил, значит все хорошо, хорошо. Или же еще что, обворовали человека, еще что-то случилось, на самолет опоздал и так далее и тому подобное. Это все что? это все предопределение Всевышнего Аллаха Субтитра. И тот, кто доволен, проявляет терпение, аль-хамду-ля, то есть этот человек, этот человек и есть единобожник. А тот же, кто начинает, о, как так случилось, ну все же нормально было, ну почему, и так далее, и тому подобное. Валлаху мастан. Сахратун азима лам я статиу удав агавухум таласа. То есть великая, большая глыба, их трое человек, и они не могли что? Оттолкнуть, как-то спастись. Все, она закрыла им, ничего не поможет им. Хорошо? Говорит, и тогда они между собой начали обсуждать и сказали, что поистине у вас ничего, кроме ваших праведных деяний, вызывания к Аллаху Субтитру посредством них, не спасет от этой глыбы. То есть ты не сможешь. Ты попытался, у тебя не получилось. Все, то есть не сможешь, никто, кроме Всевышнего Аллаха Субтитру. В этом, братья, связь сердца с сердца, сердца, точнее, со Всевышним Аллахом, Субтитру, можете себе добавить как пользу. «Ва антас алюллаха, вата тавассалю илейхи бисалиха амаликуму, латифаальту муха ли вачхи ги, Субтитру, фаттафаку аля гада». То есть они сказали, что надо взывать к Аллаху Субтитру, приближаясь к Нему посредством праведных дел, которые совершали вы ради Всевышнего Аллаха Субтитру. Субтитру, и они были едины в этом. То есть каждый сказал, да, да, действительно, только это нас хорошо и спасет. То есть это связь, братья, сердец со Всевышним Аллахом, Субтитру. Также может быть из пользы этого хадиса то, что иногда рассказывать про некоторые свои праведные деяния, если есть в этом польза, нет никаких проблем. Опять же, вместе с условиями известными, что человек обезопасен от фитнеса и так далее, и тому подобное. Если в них есть благой пример для другого и так далее, и тому подобное. То есть в этих историях есть благой пример или нет? Великий. То есть по сей день этот благой пример мы с вами читаем, и еще будут те, кто были, то есть будут после нас, и делали то, те, кто были до нас, и берут из этого прекрасный пример и пользы, и так далее, и тому подобное. Поэтому иногда, если есть в этом нужда, рассказывать о каких-то своих праведных деяниях, когда ты надеешься на то, что ты, иншалла, обезопасен от фитнеса, и ты не будешь там о себе думать, вот я, Машалла, Аллаху Мабарик, и так далее. Хорошо. То есть человек тогда может, иншалла, что-то рассказывать. Поэтому один из них сказал, о, Аллах, поистине, у меня были родители, хорошо, то есть они были пожилыми, взрослыми, и я, говорит, никогда никого, то есть не поил до них. То есть что такое габук на арабском языке? Габук, это, как называется, это молоко, хорошо, когда подоили корову и дают после айша, то есть ночное молоко, короче, грубо говоря, хорошо, то есть когда человек пьет молоко ночью, хорошо, то есть в самом начале ночи. Аллаху Алим, то есть когда именно, то есть доят, хорошо, но то есть Аллаху Алим примерно ближе к этому времени. То есть молоко, свежее молоко, которое пьется ночью, в начале ночи. Вот это называется габук на арабском языке. فكان يأتي بالحليب من إبليه يسقي والديه قبل أولاده وقبل أهله. В Аллаху Алим говорит шейх, что то есть он верблюжье молоко это было. Хорошо, то есть он это верблюжье молоко приносил им, хорошо, всегда и давал в первую очередь им до своей семьи. فَنَأَبِهِ طَلَبُوا الشَّجَرِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَبْعَدَ فَلَمْ يَأْتِي إِلَّا مُتَأَخِّرًا وَقَدْ نَامَا فَأَخَذَ الْقَدْحَا عَلَى يَدِهِ يَنْتَذَرُسْ يَقَذَهُمَا وَلَمْ يَسْتَحْسِنْ يَقَذَهُمَا وَالتَّكْدِيرَ عَلَيْهِمَا То есть, говорит, как-то раз из-за того, что он опоздал в одной из ночей, хорошо, то есть он пришел очень поздно, и они уже уснули. И он взял, то есть, эту миску, хорошо, и не пожелал их будить, не захотел он портить их сон, и поэтому ждал. وَلَمْ يَسْكِي أَصْبِيَ تَوَهُمْ يَتَدْلَغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِيْ وَلَاكِنْ مِنْ شِدَّةِ بِرِّهِ بِوَالِدَيْهِ У тебя после хадиса было написано «габук», «тадага» и так далее? Что означает «наву» и слова? Нет? «аджив». В любом случае, как будто я помню, что в Матнириято Салихин было это, что «габук» это тот и тот, и так далее. В любом случае, «Аллаху алим». Говорит, и он даже своим детям не дал попить это молоко, в то время как они от голода, хорошо, то есть, подавали звуки голода, хорошо, то есть, говорили, что вот хотят покушать и так далее, у его ног. Но вместе с этим, из-за того, что он был очень благочестив к своим родителям, и потому что он очень хотел, чтобы именно они, как обычно, как и всегда, выпили хорошо, то есть, это молоко первыми, он стоял и ждал, может быть, они проснутся. То есть, человек бывает, перевернется и ночью проснется, так или не так. Есть ли какая-нибудь сунна для человека, который переворачивается ночью и просыпается? Что-нибудь сказать или что-нибудь прочитать? Есть ли какая-нибудь сунна для человека, который переворачивается ночью и просыпается ночью, то есть, если он посреди ночи просто проснется, есть у нас определенный викр, который вы найдете и потом сами мне расскажете. Хорошо, чтобы каждый запомнил его, хорошо, то есть, если кому-то лень и так далее, я вам скажу, то есть, хадис расскажу, концовку хадиса, что посланник Алия Саратову сказал, что кто бы не вызвал вот этим викрам и затем скажет, что Рабби Хирли, Аллах Субхан Таря, обязательно простит ему, а если же он еще и проснется и совершит два раката, то Всевышний Аллах Субхан Таря примет эти два раката. Абуд-Дарда, радаиллаху анну, говорил, что нет для меня любимее ничего, кроме как знать, что хотя бы какое-то деяние, хотя бы два раката Аллах Субхан Таря от меня принял. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхан Таря в Коране сказал, иннама я такаббалю Аллаху минальмуттахин. Поясни, Аллах Субхан Таря принимает только от богобоязненных. То есть, тогда это будет свидетельство для меня, если Аллах Субхан Таря принял от меня, значит, я был богобоязнен. Вот этот хадис, посланник Аллах Субхан Таря говорит, что он что, эти два раката будут приняты. Поэтому, когда человек просыпается, и он говорит, я вот это дуа сделал, но мне лень два раката делать, знаешь что, если бы что-то было бы, как говорится, если бы была бы богобоязненность, ты бы обязательно их Аллаху Алим совершил. И также у нас есть, когда человек переворачивается, то есть, из-за того, что перевернулся с одной стороны на другую и так далее, то есть, из сунны пророка Аллах Субхан Таря читать последние 10 аятов суры Али Аймрана. Хорошо, в любом случае, то есть, думал, что они проснутся и так далее, прождал таким образом, хорошо, то есть, до самого утра. То есть, он дождался до фаджра и потом, то есть, напоил их этим молоком. То есть, и тогда он возвал к Аллаху Субхан Таря и сказал, о Аллах, если ты знаешь, что, может быть, Аллах Субхан Таря не знает, если я совершил это действительно, хорошо, и ты знаешь, что я для этого это совершил, хорошо, то есть, желая только лика твоего, то, то есть, спаси нас. То есть, он это не делал, чтобы семья сказала, Машалла, вот он, Машалла, то есть, к своим родителям, или же мама, папа сказали, вот, вот это, сынок, не то, что второй шалопай, там, и так далее, и тому подобное, хорошо. То есть, поэтому, то есть, если человек совершил это таким образом, то тогда, иншаллах, он получит, то есть, награду. И то есть, и действительно, эта глыба сдвинулась с места, и они начали видеть небо, хорошо, свет начал проходить, хорошо, то есть, но они не могли выйти. Почему? По мудрости Всевышнего Аллаха Субхан Таря, ведь, может, одного дуа из этих троих хватило бы, но Всевышний Аллах Субхан Таря хотел, чтобы каждый хорошо обратился к Нему, то есть, и поэтому, чтобы было, то есть, увещевание полноценным. Затем пришел второй и начал вызывать к Аллаху, Субхан Таря, и сказал, Говорит, второй сказал, о, Аллах, поистине, у меня была такая родственница, хорошо, была такая сестра двоюродная, которую я любил больше всего на свете. Хорошо, или же больше всех на свете. В другой версии этого хадиса говорится, что я любил ее так, как любит самый, то есть, больше, чем, точнее, я любил ее таким образом, как только может мужчина любить женщину. Хорошо, то есть, я любил ее таким образом, как только может любить мужчина женщину. То есть, я возжелал ее, когда требовал, просил от нее, то есть, чтобы давай, то есть, совершим этот грех и так далее, она говорила, нет, хорошо, то есть, отказывала. То есть, когда ее коснулось очень тяжелое время, хорошо, то есть, она впала в очень, то есть, тяжелую ситуацию, она пришла просить у него помощи. Он сказал, я не помогу тебе, пока ты не разрешишь мне сделать то, что я хочу с тобой. И они договорились, что, то есть, на 120 динаров, то есть, 120 динаров. То есть, он хорошо, то есть, 120, мы сказали, динаров, хорошо, то есть, или же, то есть, фунтов золота отдал, хорошо, то есть, ей. И потом, когда он уже, то есть, был между ее ног, она сказала, То есть, не делай то, что ты делаешь, кроме как по шариатскому никаху, то есть, только с дозволенным образом. То есть, не раскрывай это кольцо, кроме как, хорошо, с дозволенным образом. И он, братья, испугался, перепугался, хорошо, то есть, и встал, и ушел после того, как он уже мог все, что хотел с ней сделать, и оставил ей это золото. Рассказывается о некоторых бедуинах, братья. Бедуин, которого, хорошо, то есть, одна блудница, то есть, соблазнила, хорошо, то есть, в пустыне. Никто его не видит, хорошо, никто их не видит. И говорит, что и она, то есть, когда раздвинула свои ноги, и он увидел, что там есть, он говорит, Субханалла, как может человек, говорит, ради вот этой маленькой, то есть, хорошо, маленького пространства, поменять то, чему широта, то есть, то широта, чему небеса и земля, Субханалла. Как можно, говорит, вот ради вот этого поменять вот это все, говорит Субханаллах, и ушел от нее. Другой же человек так же, то есть его соблазнила женщина в пустыне, и уже когда он хотел что-то сделать, она сказала, ему не видит нас никто, кроме небес. И этот человек встал и сказал, а как же Господь небес? И ушел, Субханаллах. То есть поэтому человек, когда даже все это привело, то есть он вот-вот уже совершит грех, и он вспомнил о Всевышнем Аллахе, Субханаллах, то есть вернулся, этому человеку будет прощено это, и это великое дело, Субханаллах. Да потому что намного труднее, братья, оставить грех, когда ты вот уже, он перед тобой, чем когда что? Чем когда ты только в начале, в начале только пути, Аллаху Мустаан. Поэтому просим Всевышнего Аллаха, Субханаллах, избавить нас от подобного, хорошо, то есть испытания, или же если Аллах, Субханаллах, пожелает нас испытать, чтобы Всевышний Аллах, Субханаллах, дал нам должный иман, хорошо должную веру, чтобы мы справились с этим. Потому что это все, братья, только в руках Всевышнего Аллаха, Субханаллах, Тот, кого Всевышний Аллах, Субханаллах, пожелает хорошо оставить без поддержки, никто ему не сможет помочь. А тот, кому поможет Всевышний Аллах, то не спрашивай, кто против него, потому что с ним Всевышний Аллах создал первых и последних, создал небеса и землю. Всевышний Аллах, если что-то пожелает, говорит этому, будь, и оно становится. И никто во власти, во владычестве Всевышнего Аллаха в царстве его не сможет ничего сделать, кроме как с его желания, с его дозволения. Только тогда, если Аллах пожелает, оно может что-то случиться. Как сказал Всевышний Аллах в Коране, даже листок с дерева падает только с его ведома. Братья, что это за знание у Всевышнего Аллах? Сколько деревьев на земле? Сколько, братья, падает листков с неба? Каждый листок, братья, не с неба, а с дерева, каждый листок, когда падает, падает только с ведома Всевышнего Аллаха, потому что это его царство. Аллах Субханна Аталя, царь всех царей, братья, владыка всех владык. Всевышний Аллах Субханна Аталя в его царстве, в его владении не происходит, братья, даже воздух не шевелится, кроме как с его дозволения. И поэтому, братья, тот человек, который говорит, что нам нужен какой-то посредник, чтобы вызывать к Аллах Субханна Аталя, не знает, кто такой Всевышний Аллах Субханна Аталя. Аллах, братья, владыка всех владык, знает абсолютно все, что происходит, знает каждого, каждого из нас, братья, тех, кто был до нас, тех, кто будут после нас, что мы говорим, что мы думаем, что мы делаем, что мы не сделали, что мы, если бы сделали, как оно было бы, все это знает Всевышний Аллах Субханна Аталя. Поэтому в некоторых хадисах, хоть в вопросах, то есть и сна до этого хадиса есть, то есть разногласия среди ученых и так далее, но в любом случае значение правильно. Посланник Алей Сарату Асалям сказал, отадрим Аллах, ты вообще знаешь, кто такой Всевышний Аллах? Ты знаешь, кто такой Всевышний Аллах Субханна Аталя. То есть если бы ты знал, кто такой Всевышний Аллах Субханна Аталя, ты бы не сказал бы такие слова, ты бы не сделал бы такие дела, это все бы Субханна тебя остановило. Просим Всевышнего Аллаха Субханна Аталя, чтобы он наделил нас богобоязненностью, чтобы мы боялись его должным образом. Бойтесь Аллаха должным образом, надлежащим образом Говорит То есть он, братья, желая лика Аллаха, боясь Всевышнего Аллаха, оставил этот грех и оставил ей золото Ничего мне не нужно, забирай все это То есть я хорошо, то есть покаялся И говорит он То есть опять же он возвал и сказал О Аллах, если ты знаешь, что я сделал это дело, то есть оставил этот грех, отдал ей это золото в то время как она нуждалась и так далее Если я это сделал, только желая лика твоего, о Аллах, спаси нас То есть покажи нам поддержку, убери от нас этот камень, эту глыбу И тогда она еще больше сдвинулась, но они до сих пор не могли выйти из нее То есть опять же Аллах пожелал, что? Чтобы все, каждый из них, хорошо, то есть высказал и сказал То есть это благое дело, которое он совершил То есть третий сказал, что О Аллах, поистине я, то есть нанял рабочих и каждый из них забрал свое право, свою зарплату, на которую имел право Кроме одного, один оставил и ушел То есть я, говорит, начал работать с этими деньгами, хорошо, то есть взращивать эти деньги ему То есть он начал так, то есть начал крутить эти деньги, хорошо, вкладывать и так далее, и так далее, что? Купил на них и верблюдов, и коров, и овец, стадо там и так далее И даже рабов, говорит Говорит, и это было очень мало, что-то, что-то очень мало В некоторых версиях этого хадиса, то есть немного риса, или же немного, то есть кукурузы там, или что-то такое То есть или же какой-то, то есть муки и так далее, то есть что-то, то есть очень мало Но он, говорит, начал работать с этими деньгами, теперь продавать, покупать, продавать, покупать и так далее Пока оттуда не пошли верблюды, коровы, овцы, хорошо, то есть рабы и так далее И тогда этот человек пришел через какое-то время и сказал, дай мне мои деньги, которые были у тебя И он ему сказал, все вот то, что ты видишь, это все твое То есть он говорит, не надо издеваться надо мной, то есть не нужно смеяться, это хорошо, то есть высмеивать меня Говорит, и то есть он сказал, я не шучу, то есть я действительно говорю правду, хорошо, то есть забери это все твое И тот человек все забрал, до самого последнего, все забрал, и тогда этот человек сказал То есть этот третий человек, обратившись ко Всевышнему Аллаху, сказал, о Аллах, если я это сделал только ради лика Твоего, то спаси нас То есть помоги нам, и тогда эта глыба, то есть упала или же ушла, то есть с этого выхода они смогли выйти Говорит, это, братья, из знамения Всевышнего Аллаха, то есть он проверил их, чтобы проверить их, то есть единобожие Чтобы проверить их убеждения, проверить их веру, и чтобы они взывали с этими дуат, хорошо, с этими мольбами И то есть рассказали об этих деяниях То есть и Пророк Алей-Саратсам также эту историю рассказал нам для пользы, чтобы каждый из нас знал величие, благочестие к родителям И то, что человек должен знать цену целомудрия, хорошо, великое достоинство целомудрия и оставление скверных грехов Как зина и подобные, то есть при любодеянии грехи И также, то есть величие верности, хорошо, то есть величие верности, то есть договорах и в подобном Говорит Благочестие к родителям из величайших обязательных вещей, из величайших, то есть приближений ко Всевышнему Аллаху и праведных деяний Говорит Один из поэтов Говорит Когда бы ты не остался один наедине, не говори, я остался один наедине, скажи, что за мной следят Так же говорит 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 Он создал этот мрак, он видит в нем меня Каждый раз, когда человек закрывает дверь и думает, что все, теперь меня никто здесь не видит и так далее То вот он пусть думает и знает, что видит его Всевышний Аллах, как мы и сказали, история этого ведуина Которому сказала женщина, не видит нас никто, кроме небес Что он сказал? А как же Господь этих небес? Что ты сделаешь с Господом этих небес? Хорошо Также я уже рассказывал вам такую историю про любимого ученика у одного из ученых Хорошо И когда другие ученики начали завидовать, сказали, вот ты любишь его больше и так далее Он сказал, я вам объясню и покажу это Говорит Каждый из вас завтра принесите, зарежьте курицу в таком месте, где вас абсолютно никто не увидит и принесите ее мне И пришли на следующий день все с зарезанными курицами, кроме этого человека И они радуются все А вот он даже выполнить не смог, вот сейчас-то и так далее И он сказал, вот такой-то, почему ты не принес курицу? Он сказал, я искал, искал, но не нашел ни одного места, где не видит меня Всевышний Аллах Хорошо, то есть не может быть такого места, где тебя абсолютно никто не видит Всевышний Аллах в любом случае видит себя хорошо То есть Аллах, поэтому мы знаем из благочестия это что? То есть поклоняться Всевышнему Аллаху, так будто бы ты видишь его Будто бы Всевышний Аллах перед тобой А если же ты его не видишь, если у тебя нет этого, то есть такого уровня, хорошо, твоего имана то тогда знай, что Всевышний Аллах видит тебя всегда. И поэтому, братья, это величайшая награда для того человека, который знает, что Всевышний Аллах видит его каждый раз хорошо, когда он остается один, ты остался в машине один, ты остался в доме один, ты где-то в какой-то местности, ты отправился в путь, и никто тебя там не знает, ты чуждый там и так далее, делай, что хочешь и так далее, мы тут проездом и так далее. Нет. Всевышний Аллах знает, Всевышний Аллах видит тебя, Всевышний Аллах, Субханаму Аталия, не оставит тебя просто так. Всевышний Аллах, Субханаму Аталия, всегда с тобой. «Ва хакады аддаву ла манати ма аль худрати аль хияна». То есть, таким же образом отдать вверенное, в то время как человек может что-то из этого забрать, обмануть и так далее. Мог ли он сказать, что вот твой рис, забирай его? Мог или нет? Тот бы даже не знал, что в итоге случилось. То есть, из этих денег он что-то делал или нет? И так далее. Как мы приводили пример, когда студентам хорошо, то есть, кто-то может быть поможет, говорит, вот брат, купи. Или же человеку дает, вот нуждающимся отдай. И человек говорит, я самый нуждающий. Себе оставляет, прикарманивает эти деньги. Или же, Субханаму Аталия, как это делают некоторые, как называют их благотворительные фонды, Субхан Аллах. Благотворительные фонды, что забирают деньги с людей, говорят, вот мы поможем такому, поможем такому. И потом 3 копейки оттуда дают, остальное все пожирают сами, Субханаму Аталию. Какие огромные зарплаты бывают у работников этих благотворительных фондов? Ни в какой другой организации никогда такой работы не будет зарплат. Почему? Это чужие деньги, и никто не будет проверять. И еще более, то, ты среди всех благочестивый. Я помню, как-то с одним братом обсуждали эту вещь, хорошо, то есть человек, джагель. Я им просто рассказал, что эти благотворительные фонды очень часто занимаются, то есть не совсем тем, что отдают. Не говоря о том, что это знает тот, кто нуждался обращаться, то есть как это нам рассказывали, те, кто нуждались и обращались в благотворительный фонд. То есть что такое на самом деле благотворительный фонд? Это организация, которая держит, если я нуждаюсь, мои деньги у них. То есть я иду у них и не прошу у них, я требую свои деньги. Это мои деньги, давай сюда мне мои деньги. Человек положил их, это мои, ты не имеешь на них ни копейки права, это мое. А отношение какое бывает, как будто человек сам из своего кармана вот тебе достает, тебе там умолять надо, просить, бегать за этим и так далее, и тому подобное, в Аллаху-Мустан. И поэтому я когда с братом от него обсуждал это, и он говорит, Субханалла, я только сейчас задумался, я говорю, о чем? Он говорит, я просто человека знаю, до этого фонда там такой-то назвал по имени. У него не было той машины, которая у него сейчас. Ну я говорю, хайр, то есть она там в всяких наклейках этого фонда, может там рабочие и так далее. Он говорит, да, но просто я помню, сколько он весил, говорит, пять лет назад. И я вижу, говорит, сейчас он бедный, когда эти видео свои снимает, в камеру не помещается, Субханалла. Откуда? То есть он на протеинах, Субханалла, хорошо? То есть Субханалла. Опять, мы не подозреваем кого-то в частности, про кого-то говорить, это не наше дело. То есть человек каждый за свое, за чужое имущество, которое он у себя держит и так далее, ответит сам перед Всевышним Аллахом, Субханалла. Но просто надежда есть, что побоится Всевышнего Аллаха, Субханалла. И поэтому, братья, человек должен отстерегаться этого и бояться. То есть некоторые люди постоянно, чуть что сбор, сбор, брат, бойся Всевышнего Аллаха, Субханалла. То есть очень смелый ты, Субханалла, эти сборы на себя брать хорошо, то есть постоянно там, давайте, братья, постолько-то и так далее и тому подобное. И как мы приводили пример, что человек такой бывает испытан тем, что он как-нибудь скажет, что «но я же тоже нуждаюсь». Так человек же не тебе эти деньги дал. Человек не собирался тебе в принципе давать. Когда ты отправляешь деньги в благотворительный фонд, тебе и в мысль не приходит, что у них есть какой-нибудь бухгалтер, что у них машина есть, это машине бензин нужен, и все твои деньги, то есть ты отправил 1000 рублей, 300 рублей бухгалтеру, 200 рублей на бензин, машину, еще куда-нибудь там и так далее, и 150 рублей действительно дойдут до того, иншалла, после того, как каждый возьмет оттуда что-то, и с этих 150, это еще тот, кто передает, если какую-то часть себе не захочет взять. И что только не делают с этими деньгами хорошо. Поэтому человек должен бояться Всевышнего Аллаху спаду. Не говоря о том, что, братья, оно мы говорили с вами, проходили хадис, что дозволено таукиль, то есть кому-то отдавать деньги, чтобы он отдал кому-то, оно дозволено. Но, братья, это никогда не сравнится с тем, что ты делал своей рукой. Никогда не сравнится, братья. Это, я вам говорю, это чувство, когда ты отдаешь что-то, что для тебя ничего, и человек радуется этому, ты ему как будто бы хорошо, то есть последний Мерседес подарил. Это, субханно, очень-очень сильно очищает сердце человека. Поэтому я призываю вас всех, братья, особенно Закат-Уль-Фитр. Когда человек выплачивает Закат-Уль-Фитр, во-первых, мы знаем, что ни в коем случае нельзя деньгами. И, братья, деньгами выданный Закат-Уль-Фитр недействительный. Человек просто все эти годы будет грешить, если он будет выдавать деньгами, и не будет у него принято это. Это раз. Во-вторых, да, дозволено кому-то собрать со всех Закат-Уль-Фитр и отвезти. Но, брат, попробуй, попробуй, отдай сам. Вот посмотри на людей, которые радуются мешку риса. Посмотри на людей, которые радуются, дети, которые бегают, прыгают отчасти, что им хорошо муку принесли и так далее. И, субханаллах, не говоря о том, что если у тебя есть имущество и так далее, не забывай о том, что ты можешь добавить подарок Закат-Уль-Фитр. То есть нет никаких проблем, грубо говоря, ты знаешь о какой-то семье, в которой 10 детей, и они нуждающиеся, им люди всегда Закат-Уль-Фитр дают. И представь себе радость тех, которые, когда им приносят всякий рис, муку и так далее, если ты к этому добавишь тортик, если ты к этому добавишь какие-нибудь сладости детям дашь, субханаллах, то есть это вещь, братья, и у тебя сердце тогда, субханаллах, кровью переливаться будет, и ты поймешь, какой ты неблагодарный перед Всевышним Аллахом, субханаллах. Люди рису радуются, а ты недоволен, что у тебя предпоследняя модель телефона, не самая последняя, там, марка машины и так далее, и тому подобное, хорошо, то есть вот там на бензин столько того, что бензин, люди за газ, может быть, оплатить свои чеки не могут, субханаллах. Ты приходишь и говоришь, что у тебя бензина в машине нет, субханаллах. То есть этот человек никуда нет, потому что у него нет возможности ехать, смысла ему нет никуда ехать, в Аллаху-Мус-Та'а. То есть этот человек мог ничего с этими деньгами делать, оставить вот этот мешок в рисе, например, этого человека, у себя оставить, когда придет, заберет, это его имущество. Нет, он что, переживал, начал работать с этим рисом, давай, то есть я, раз у меня это имущество есть, то есть переживал, делал, 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 хотя мог это, если бы не сделал, грех бы на нем был или нет, никакого греха, то есть это его имущество, вот оно у меня, вот здесь лежит, я ничего с ним не делаю. Но он что, захотел проявить благочестие, это есть братья, это выше, всякой верности, хорошо. Но он из-за великого своего благочестия, желая блага этому человеку, вот так взрастил эти деньги, хорошо, что они, то есть, выросли до того, как мы с вами читали, то есть очень много было, и он все это отдал этому человеку. И это, братья, воздаяние этих людей, что Всевышний Аллах, в трудный период, хорошо, то есть, избавил их от этого горя и от этой печали. То есть, когда их постигло, то есть, это тяжба, хорошо, то есть, у них такая тяжелая ситуация была. То есть, если бы они долго, долго бы там старались как-то, давай там, как называется, опору, там, рычаг, дерево, там, и так далее, Архимед говорил, что если вы мне дадите, там, хорошо, опору, там, точку опоры, и так далее, я сдвину землю с ее орбиты, и так далее. Не начали умничать, философствовать, начали, что, обращаться ко Всевышнему Аллаху, Субхану Таля, если бы начали бы философствовать и умничать, что в случае, если бы, умерли бы, так или не так, просто с голода, умерли бы, оттуда, быть может, даже задохнулись бы. И затем Всевышний Аллах, Субхану Таля, спас их, облегчил им по причине того, что они, то есть, таким образом обратились к Нему, просили только у Него, то есть, хорошо, то есть, унизились перед Всевышним Аллахом, Субхану Таля, то есть, и обращались к Нему посредством праведных деяний. То есть, поэтому отсюда мы узнаем, что дозволено обращаться ко Всевышнему Аллаху, Субхану Таля, посредством чего? Посредством праведных дел, также сюда заходит обращение к Нему посредством чего? Посредством имен и атрибутов, и также посредством веры своей, подчинения и так далее, то есть, это все заходит у нас в праведные деяния. Праведные деяния и так далее, все это, то есть, шариатские средства, хорошо, которые помогают человеку, чтобы Аллаху Субхану Таля принял его дуа, говорит шейх Ибнабаз, разакал Аллаху ль-джами'ат-тауфиqа валь-гидая, просим Всевышнего Аллаху Субхану Таля для всех успеха и прямого пути. То есть, на этом подходит к концу первая глава, мы сказали глава, а к чем это была? Глава Ихлас, то есть, глава об искренности, об искренном намерении. То есть, такая просто интересная польза, оно абсолютно, то есть, не обязательно, что так, но, быть может, имам Ан-Науи привел этот хадис самым последним, чтобы указать на то, что Ихлас, искренность, это та самая спасительная веревка, которая спасет тебя от, то есть, в самой трудной ситуации. То есть, если человек был искренним, хорошо, со Всевышним Аллахом Субхану Таля, то когда ему будет нужно, когда у него будет, то есть, тяжелая ситуация, тяжелое положение и так далее, именно вот эта искренность его явится, и она станет причиной его спасения. На следующем уроке будем разбирать главу о покаянии, иншаллах, следующий урок будет завтра, с дозволением Всевышнего Аллаха Субхану.